Всем привет, друзья! Сегодня программа «До 17 лет старше» в Санкт-Петербурге на открытие бара «Сплетни» популярной певицы Анны Асти. А с вами я, Хамидова Елизавета. Давайте поскорее узнаем все подробности у самой Асти. Итак, поехали! Мы просим вас символически перелезать в красную ленту школу. Успеха нам! Много классных посетителей! Поехали! Почему такое название «Сплетни»? Потому что, во-первых, за последний год, я думаю, все наслышаны множество сплетен обо мне. Это первое. Человек, о котором говорят. Далее, каждый любит что-то обсудить, что-то поговорить. Когда ты собираешься с друзьями вместе за одним столом, вы, конечно же, обсуждаете свои дела, дела друг друга, и, конечно же, обсуждаете дела кого-то, кого нет за этим столом. Поэтому «Сплетни» бар создан для того, чтобы здесь собирались сплетни. Планируется ли открытие бара в Москве? Это все еще впереди, я могу сразу сказать. Просто так сложилось, что замечательное помещение, замечательное место мы нашли сперва в Питере, но Москва тоже в разработке, поэтому мы решили не тянуть и начать с замечательного города, который славится барами, напитками, классными гуляниями. И я думаю, что это хороший старт, несомненно. В общем, я решила, чтобы здесь действительно каждый человек чувствовал себя звездой, презентовать нашему заведению свой микрофон, который кастомизированный. Я думаю, вы можете увидеть его на выступлении, хуйня. И я хочу, чтобы гости этого заведения ввели в микрофон, в который пила Анна. Анна, расскажите, как вам пришла идея по открытию бара? Слосное обсуждение около года назад, еще когда только я стартовала свою сольную карьеру, мы планировали очень много всего, прям в деталях обсуждали, от концепции до того, как будут общаться, например, как персонал будет общаться с гостями. У нас, например, идея абсолютно френдли общения с персоналом, с гостями, чтобы вы не чувствовали себя где-то как на званом ужине, потому что все-таки хочется какой-то легкости и свободы, потому что я человек открытый, легкий, и хочется, чтобы люди чувствовали себя здесь комфортно. Расскажите, кто придумывал меню? Меню придумывали мы вместе с Анной Асти. Она многие, мало кто знает, но она очень любит готовить. Соответственно, все блюда мы прорабатывали вместе с ней, и все блюда она дегустировала и одобряла лично. Буквально недавно я приготовила первый раз лазанью, она получилась восхитительная, очень вкусная, вот на первую очередь собрать. И буквально три дня назад я приготовила совершенно вкуснейшую палку, нежнейшая рыба, очень вкусная, готовится очень быстро. Он был на подушке из пюре, цветная капуста, пересмаку. У нас в меню есть наименование коктейлей, которые имеют такие же названия, как и у нее песни. Например, коктейль «Феликс», совершенно потрясающий, один из моих любимых. У него такой банановый брикос, он немножечко острова, то есть такой со специи, с перчинками, я бы сказала. Как-то любят устрицы, они знают, что устрицы слишком иногда пахнут в море. Вот для наших устриц не нужны даже маленькие сэндвичи с маслом, потому что ты их взлешенно спрождаешься. У нас совершенно восхитительные гребешки в соусе ютсу, сверху приправленные небольшим кусочком малины. Это так вкусно, просто потрясающе. Тартары тоже очень крутые, тарта с подкопченным дымом, если вам предложатся попробовать, не отказывайтесь. Это очень вкусно. Есть чистый тартар, в нем не так много добавок, ты чувствуешь вкус свежего, такого сухого, нежелистого мяса. Это тоже совершенно потрясающе. Привет, Настя. Скажи, как ты думаешь, почему у бара название именно «Сплетни»? Мне кажется, что само название связано с самой исполнительницей, потому что в последнее время про Аси достаточно много сплетен. Конечно же, не все они подтверждаются, и не все они правдивы. И мне кажется, что как раз таки бар поэтому и называется. Как ты предпочитаешь проводить свое свободное время? В шумных компаниях или же дома? Свободное время. Если бы было это свободное время, но на самом деле в шумных компаниях, да, я не люблю какие-то посиделки дома, да и чаще всего я в шумных компаниях и нахожусь. Как ты считаешь, сложно совмещать предпринимательскую и творческую деятельность? Конечно, сложно. И на самом деле очень мало таких исполнительниц, да, певец, кто также держит какой-то бизнес, да, как а-ля салон красоты, ресторан, бар. Конечно, это огромный труд, огромные вложения. И занимает очень много силы, энергии, ясти, невероятно умничка и молодец, то, что решила сделать именно такой бар с таким названием, цепким. На самом деле, вот я спросила, почему сплетни? Ну, на самом деле, очень цепкое название, и мне безумно здесь нравится. А скажи, что ты можешь пожелать Анне в столь знаменательный день? Я желаю Асти, чтобы ее бар рос дальше по городам, может быть, и по странам, чтобы было больше гостей, посетителей, чтобы были разные коктейли, разные новиночки из меню, и чтобы, конечно же, Асти радовала нас новыми треками и новыми альбомами. Выпустить альбом «Феникс» была крутой идеей, это было невероятно. Мы потрясли, я думаю, весь шоу-бизнес, потому что и потрясли наших магних слушателей и фанатов, которые ждали от меня чего-то особенного. Сейчас нужно выпустить альбом еще круче и еще лучше, чтобы доказать то, что мы молодцы, чтобы порадовать своего слушателя. Поэтому мы работаем очень тщательно, выбираем материал. Вот буквально позавчера я была на студии, я так много и долго пела, что даже немножечко охрипло. Но знаете, что я в процессе, и достаточно скоро обязательно вас порадую. Собственно, мне кажется, я достаточно экспериментирую. Вы меня еще увидите в совершенно новом амплуа, который я хочу презентовать довольно-таки скоро. Только я не нашла еще сингл, под который я хочу сделать это. Но вы будете явно в шоке. А с другой стороны, зачем что-то менять, если это и была я, если это есть я. Все говорят, она себя так поменяла до неузнаваемости. Она на кого-то похожа, она еще какая-то. Каждый раз, что бы я с тобой не делала, это кому-то не нравится. Но знаете, что самое важное? Это должно нравиться мне, поэтому плевать. Но с Филиппом, конечно же, мы обсуждали сейчас, что мы хотели бы сделать какую-то песню а-ля продолжение хобби. Только чтобы она была, например, быстрой, не такой лиричной. Ну, не повторить, не продолжить прямо, а историю продолжить, идею. Идею продолжить, да. Возможно, все не за горами, но слишком часто баловать людей не хотелось бы. Мы вот только недавно с ним виделись в отпуске в Диснейленде, где он прокатил меня на абсолютно адском аттракционе, до сих пор хрипел после него, потому что орала как сумасшедшая просто. А ты боишься? Я дико боюсь, потому что я очень эмоциональная, и у меня нет вообще в списке аттракционов, тех, которые там летают. Мы, в общем, были на аттракционе падающего лифта. Для меня все это очень стрессово. Когда я стрессую, я теряю голос. Когда я стрессую, я кричу, естественно. Я так накричалась, я так стрессанула, что у меня просто на следующий день пропал голос. Я до сих пор восстанавливаюсь, поэтому я не катаюсь на аттракционах. Единственная сплетня, которая ходит вот каждый месяц, причем она ходит только ввиду моей женской биологии, потому что так случается, что у женщин это есть каждый месяц. И вот буквально Новый год я снова была беременна. Но так получилось, вот получилось, как получилось. Костюм поменять я не успела, чтобы быть в чем-то широком, потому что я в принципе в этом не работаю. Но вот каждый раз мне говорят, что я беременна. Нет, пока что нет. Снова нет. Музыка. 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 Друзья, пишите свои комментарии. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами была я, Хамидова Лизавета. Увидимся в эфире. Увидимся в эфире. Продолжение следует...